Всем привет! Видео выходит не так часто, потому что у нас сезон дождей, каждый день ливнище. Сначала темнота, полдня тучи, потом ливень. Ливень очень громкий, поэтому невозможно записывать на улице. А дома, как известно, у нас часто бывает эхо. Поэтому звук страдает, вы будете жаловаться, почему такой звук. Поэтому я, собственно, жду погоду. Вопросов накопилось довольно много. В частности, хочу обсудить такой момент. Вы очень часто и много сегодня, очередной раз, попросили рассказать про виды огранки камней. И вообще про огранку. То есть, какая бывает огранка, на что стоит обратить внимание при покупке. Какая огранка выгодней. Инвесторы, это люди, которые покупают камни у нас, чтобы подождать, когда они станут дороже, через несколько лет и продать их. Тоже задают этот вопрос часто. Говорят, а вот я хочу рубин, в какой огранке посоветуете? Да, чтобы, то есть, ну, часто люди думают, что есть какой-то вот волшебный вид огранки, который, допустим, если камень стоит 100 долларов, а вот его огранить в такой, в такой вид огранки, он станет стоить 10 миллионов, да? То есть, люди часто верят в магию и волшебство. А, по поводу огранки. Давайте начнем с такого момента. Я не буду рассказывать, тратить ваше и мое время на перечисление видов огранки и показывать вам картинки, что, смотрите, бывают вот кружок, овал, треугольничек, кушон, так называемый, там, изумрудная огранка. Вы можете открыть Google, да, или там Яндекс, написать огранка драгоценных камней. И там прям куча таблиц с названиями. Их миллион видов, очень много, я не вижу смысла перечислять. На что стоит обратить внимание? Во-первых, не бывает более или менее востребованного вида огранки. Да, то есть, нету какого-то вот здесь исключительной формы, что вот если вы ограните этот камень в овал, он будет стоить 10 рублей. А вот если в кушон, он будет стоить, там, 3 миллиона, да? Такого нету здесь всегда. Да, главное, цвет. Если мы говорим про цветные камни, а мы именно про них в основном говорим. Бриллианты гранят, вы знаете, в какую форму, она стандартная, и, в принципе, не меняется уже больше 100 лет. Вот там, да, может быть разным количество граней. Чем их больше, тем камень дороже. Но, опять же, не всегда, да? Если, например, бриллиант голубой или розовый, или какой-нибудь оранжевый, или красный, и он огранен в меньшее количество грани, чем белый обычный прозрачный бриллиант, да, это не значит, что он будет стоить дешевле. Он будет стоить тысячу раз дороже. Потому что здесь, опять же, у нас теперь играет роль цвет, да? Если мы берем два белых или прозрачных бриллианта, и на одном больше грани, и огранка качественнее, а на другом меньше, да, разница в цене у них какая-то будет. Вот. Но не в десятки, не в тысячи раз, ни в коем случае. Если мы говорим про цветные камни, то здесь вообще самое главное всегда, и обязательно в цветных камнях, это цвет. То есть он, именно он определяет цену. Ни форма огранки ни в коем случае, ни количество граней. И последние несколько лет, да уже много лет, наверное, лет 5-6, есть у многих камней такая тенденция, что даже качество огранки уже роли часто не играет. Например, красные рубины, цвета голубиная кровь, из Бирмы. Вот. Объясняю, как получается. Их теперь, теперь часто гранят криво. То есть вы можете увидеть где-то в интернетах, в каталогах, в магазинах, дорогущий рубин, который будет стоить много, миллионов долларов, допустим, 15 миллионов долларов, 20 миллионов долларов, который будет иметь форму кривого, несимметричного овала, например. Или кривого круга, который, с одной стороны, вроде как круг, а с другой стороны, он такой подаваленный, да. Что происходит? Почему так? Объясняю. Дело в том, что камни, которые находят крайне-крайне редко, стоят очень-очень дорого. Вот рубины – это один из ярких примеров, да. Камни, которые уже исчезающие в малом количестве находят. И вот представьте, вы владелец добычи. Вы у себя на огороде однажды нашли рубины. Вы обычный сельский житель, да. Вы взяли кредиты, вы купили эскаваторы, наняли рабочих. И из года в год, годами вы вкладывали кредитные, чужие, не свои деньги в разработку своей вот этой рубиновой жилы, месторождения. Хороший камень, который стоит миллионы долларов, находят раз в год, раз в три года, раз в пять лет. Вот представьте, вы нашли такой кусочек. Я показывал много-много раз, да, как это выглядит. То есть, просто как вот какой-то камешек с неровными краями, несимметричный. И отнесли его к огранщику. Огранщик вам говорит, смотри, у тебя вот этого качества и цвета рубин стоит, ну, допустим, миллион долларов за карат. Да. Мы его можем огранить криво и несимметрично. В этом случае он будет стоить, он будет весить, допустим, 15 карат. Но я могу его огранить симметрично, идеально, ровно, очень красиво, чтобы все грани сходились на нем. Но нам придется срезать с тобой еще 4 карата. То есть, ты теряешь ради симметричности и красоты, ты теряешь 4 карата. То есть, 4 миллиона долларов. Все, вот на моем опыте, все владельцы добычи, которым достаются такие сокровища, обычно отказываются от такой дорогой красоты. А я, например, я бы тоже отказался. И вот, собственно, таким образом на рынке появились криво ограненные камни. И их покупают. И они растут в цене. И их перепродают. В частности, это рубины, это цветные бриллианты, это, например, сафир из Кашмира, который уже 25 лет не добывают, потому что там война идет. И многое-многое другое. Такой момент. Поэтому форма огранки здесь уже важной роли не играет. И камень действительно может быть кривым. Более того, у него, там, допустим, сбоку может быть какая-то выемка запросто. И это его не обесценивает, и он в цене будет расти так же. Поэтому, то есть, я согласен, что ситуация довольно странная, но вот, тем не менее, дорогие камни, дураков нет, чтобы срезать кусок, чтобы сделать его красивее. Следующий момент. Бывает такое, что... Как вообще происходит огранка, да? Как правило, это деревенский житель, который у себя на огороде копает наемным трудом, или используя, они там, всей семьей трудятся, как в Вьетнаме, например, там, семейные прям такие картели, да? Работают на добыче шпинелей и сэфиров, и рубинов, и гранатов. Они, допустим, в день находят 100 камней. Камни эти все так себе. Ну вот, если вы смотрели про рынок в Чентабури, да? Посмотрите, я видео прикрепляю, недавно делал. Вот такого уровня камни находят в день 100. И один в неделю находит хороший, на котором действительно можно заработать. Рядом в поселке есть огранщик. Огранщик берет от 15 до 60 долларов за камень. Извиняюсь, хотел сказать за карат. Не за карат, за камень. Это вот такая деревенская поселковая ограночка, да? Извиняюсь. Причем я среди таких поселковых деревенских огранщиков видел довольно много талантливых, которые работу свою делают хорошо. И вот они получают небольшие совсем деньги по нашим меркам. По меркам деревенского Вьетнама, ну, нормально. По меркам деревенской Шри-Ланки тоже нормально. Но смотрите. Допустим, берем среднюю стоимость у этого деревенского ограничика 30 долларов за камень, да? Независимо от размера. Вот смотрите. Вам надо в день сто камней огранить. Да? Посчитайте, сколько вам надо в день выкладывать. И когда вы их продадите, кому, за сколько, вы пока не знаете. Потому что, ну, вот есть рынок. Там могут купить, могут не купить. Могут купить подешевле, могут купить подороже. А деньги надо на огранку выкладывать каждый день. Поэтому, что они делают? Ну, эти хитрые деревенские проныры, да? Причем это в любой стране. Я бы, в принципе, на их месте сделал бы точно так же. Они берут там племянника, сына, двоюродного брата, дядю. Отправляют на какие-нибудь курсы местные, местечковые огранки. Зачем платить чужому дяде по 30 долларов за камень, если можно своего родственника пристроить, и он будет огранить за какую-то фиксированную ежемесячную зарплату. В основном это так. Как только зарплата становится фиксированной ежемесячной, значит, вы понимаете, что качество падает катастрофически. Просто вот в глубину, в пропасть, да? Реже бывает, что владелец добычи, он же их сам продает, и он же сам гранит. Вот у меня, допустим, на шелонке есть парочка таких, они, конечно, стараются. То есть они делают для себя в первую очередь, тратят свое время и стараются делать хорошо. Но, тем не менее, вот эта система, что мы посадим родственника или соседа за 500 долларов в месяц, и он будет хорошо огранить, плюс им не с чем сравнить, нет какого-то профессионала, специалиста рядом, ограничеками мирового уровня, который придет и скажет, смотрите, у вас вот так, вот здесь криво, тут неровно, тут грани не сходятся, здесь у вас провал, там окно какое-нибудь, да? Они показывают такому же соседу, сосед говорит, да слушай, ну вроде норм, хорошо. Таким образом, ребята, убивается огромное количество камней, просто громадное. Вот иногда просто вот смотришь, и сердце кровью обливается, потому что камень изначально был очень-очень-очень крутым, очень крутым, а гранили его тяп-ляп, то есть все криво, неровно, несимметрично, и бывает, что, ну, так себе носить можно, да? У меня, например, вот я когда-то нашел на шиванке очень яркий синий сафир, у нас сейчас пасмурно, тучи черные, поэтому он такой темно-синий, вообще он очень яркий. Я думаю, что даже здесь видно, что он огранен несимметрично, да? Но дело в том, что сам по себе камень был настолько качественный, и цвет настолько хороший, что я его купил. Вот мне, например, непринципиально для меня, да, вот я сам ношу, чтобы там прям вот идеально до миллиметра была симметрия, мне нравится так. Вот он мне понравился, как бы, как говорится, на душу лег, я его купил и ношу. Значит, бывает, что приносят прям вот, ну, полностью битые камни, то есть адская симметрия, грани смещены, там, где должен быть стык, полосочек, они там не состыкуются, то есть друг с другом не совмещаются, да? И я снимал на шиванке сюжет, это один из ежедневных, постоянных сюжетов, которые я там наблюдаю, когда мне принесли целый пакет совершенно полностью на 100% убитых гранатов, которые не подлежали уже восстановлению, то есть полирнуть и чуть-чуть подвести грани, там уже нельзя, их нужно было полностью вообще гранить заново, то есть они как минимум в два раза весе потеряют. Прикручу тоже к видео, смотрите, да, в комментариях, где-то у меня был такой сюжет, мне кажется, я даже его снимал еще для Инстаграма, я когда-то снимал только для Инстаграма видео, они все были вертикальные, поэтому, ну, извините, какое есть, в следующий раз сниму горизонтально. Следующий уровень. Намного меньше качественных камней, к сожалению, минует вот этих вот деревенских, значит, рукожопов, и доходит куда-то в столицу, в столицу провинции, или в столицу страны, где-то, да, в какой-то стране, и там уже их гранит, городской квалифицированный ограничек с образованием, с хорошим оборудованием, он берет уже от 600, ой, извиняюсь, от 60 до примерно, ну, 200 долларов за камень. Опять же, это недорого, и на цене камня за 5-10 тысяч долларов это сильно не сказывается, но он уже дает гарантию, что огранка будет качественной международного мирового уровня, да. Вот вам пример, смотрите, шпинель, недавно мы продали, очень красивая, мне очень нравится, вот ее огранил как раз такой столичный ограничек с квалификацией, с образованием. Следующий уровень, куда камни еще реже доходят хорошего качества, потому что в основном, к сожалению, их портят, убивают на уровне деревенского ограничка. Иногда бывает, что мы находим отличный камень, плохо ограненный, так плохо, что плакать хочется. Мы его везем вот уже туда, на самый верхний уровень, про который я сейчас расскажу, и там из него делают что-то более-менее красивое, но уходит до третьей веса. То есть вы купили 10 карат, допустим, шпинель или сафир, доплатили еще приличную сумму, и у вас на руки вышло, хорошо, если 7 карат, да. То есть в цене камень, смотрите, получается, что благодаря огранке он в цене подрос, но благодаря расходам на ограничка, квалифицированно, и тому, что вы срезали с него, допустим, треть веса, он в цене упал. Поэтому, в принципе, цена осталась такой же, это больше престиж компании и качество продукта здесь. Так вот, есть очень крутого уровня огранщики, и, кстати, среди них по всему миру есть русские. То есть есть некая советская школа огранки или русская школа огранки, которая котируется, а оказывается проходят регулярно чемпионаты мира по огранке камней, и там русские часто занимают первые места. Один из знаменитых на весь мир огранщиков живет, например, у нас в Бангкоке, он русский, то есть он занимал в США несколько раз первые места в мире, по качеству огранки, да. Ну вот, у такого огранщика огранка стоит, допустим, 400 долларов за карат. Ну там 200-600 долларов за карат. То есть если у вас 20-ти каратник, посчитайте, сколько вы заплатите. Поэтому в основном, в основном этим уникальным людям отдают какие-то уникальные камни, которые очень серьезного уровня стоят огромных денег, да. То есть здесь важна идеальная огранка. У этих людей уже сейчас стоит компьютерное оборудование, я такое наблюдал. То есть туда закладывают неограненный камень, компьютер его сканирует, и компьютер просчитывает и показывает, как его огранить так, чтобы потеря веса была минимальной, да, чтобы как можно меньше срезалась. Обычно при огранке может срезаться до 70% веса. Вот этот кристаллик, который найден, да, или какой-то кусочек бесформенный, там, окатыш, вот до 70% может срезаться. Почему? Потому что смотришь, там сбоку проходит трещина, и вот по трещину камень надо срезать полностью. Тут какой-то пузырь огромный, его тоже надо срезать, остается у тебя уже серединка только, да. Эту серединку, когда начинаешь гранить, вот тоже куски уходят довольно весомые, поэтому это дело такое, неблагодарное очень. Вот, собственно, мы все уровни с вами обсудили, да. У нас есть свои штатные ограничники, которые огранят по нашему требованию хорошо, то есть у нас просто есть система штрафов и невыплат. Если он испортил камень, мы ему не выплачиваем часть зарплаты, регулярно ругаем, и, к сожалению, их приходится регулярно менять, и есть ограничники заказные, да, которые сделают точно хорошо, но подороже. Им мы отдаем камни вот такого уровня, как шпинель, который вы посмотрели сейчас. Значит, продаем ли мы камни с чуть-чуть несимметричной огранью? Да, продаем. Если это камень уникального цвета, вот, допустим, как мой сафир, и там чуть-чуть не сходятся грани, мы продаем, потому что я объяснил, тенденция такая, что здесь уже качество огранки и симметрия не сильно важны, здесь уже важен цвет, и эти камни тоже являются уважением, и они растут в цене, несмотря ни на что, да, и, собственно, поэтому это считается теперь на рынке нормальным. Можете погуглить картинки рубинов, которые были проданы задорого за последние годы, и вы сильно удивитесь, среди них много кривых и несимметричных, вот такая ситуация. Совсем откровенно плохое качество, то есть убитые камни, вот, как в ролике с рыжими гранатами, да, посмотрите, такое мы, конечно, не продаем никогда. Так, вопрос такой, а есть ли какая-то, вот, волшебная специальная форма огранки, за которой все охотятся, и за которой камень станет намного дороже, вот, если его огранить в квадрат, да, он будет стоить пять рублей, а если в круг, он будет стоить миллион, нет, такого нету, то есть тут главное цвет, а если цвет яркий, востребованный, дорогой, то как ты его не ограни, цвет все равно остается таким, если это пиджин блат, глубинная кровь, то вот, ну хоть как его ограни, все равно это будет глубинная кровь 10 карат, и он будет стоить свои там несколько миллионов долларов. Следующий момент, тоже часто спрашивают, а что, если у вас купить камень не ограненный, это же будет, наверное, в разы дешевле. Нет, я озвучил цены, то есть вот камень стоит пять тысяч, допустим, не огран, а катыш, да, вот этот, мы его купили за пять тысяч, он был 10 карат, после огранки он стал 6 карат, ограничку мы заплатили 150 долларов, то есть, ну, какой-то глобальной, серьезной экономии я не вижу вообще. Если мы говорим про мелкие, например, гранаты и мелкую шпинель, которую мы продаем довольно много, там огранка стоит 60-80 долларов, какой минус вы получаете, сэкономив эти 60-150 долларов, вы, по сути, покупаете кота в мешке, потому что на 100% точно знать, какого цвета выйдет камень после огранки не может никто. Вот бывает, что смотришь, он ярко-синий, гранишевый, а он становится бледнее или темнее, или он, допустим, какой-то вот, вроде с ним все нормально, но он какой-то невеселый, я вам показывал, да, веселые, невеселые камни, то есть он какой-то не такой, вот он там присутствует какая-то в нем матовость, он не так играет и не так блестит, как мог бы, и по сути он уже стоит не те деньги, которые мы за него отдали. Есть часть камней, ну, процентов, наверное, 30, которые не гранятся вообще. Как это происходит, что происходит, да, то есть, например, мы когда-то купили около 30 гранатов в Вьетнаме, в Вьетнаме очень яркие, красивые гранаты, отвезли их хорошему, такому, известному, довольно ограничку в Таиланде здесь, да, и я прям рядом стоял, смотрел на огранку, снимал, кстати, все на телефон, но, к сожалению, там всегда они работают в полумраке, чтобы глаза не уставали, и съемки не вышли, да, не получились, возможно, как-нибудь потом сниму процесс, так вот, из наших гранатов процентов 20, может быть, 30, я точно уже не помню, просто крошились при огранке, вот, просто крошились, то есть, структура у них была чуть-чуть другой, мы делали в них окна, это когда берется окатыш и затирается в нем часть, чтобы можно было смотреть внутрь, они внутри были совершенно чистые, и трещин каких-то, которые пронизывали насквозь там, все полностью не было, но, тем не менее, я стоял рядом и смотрел, что он совершенно одинаковым образом на одном и том же оборудовании, вот один он огранил, начинает огранить другой, другой рассыпается у него в руках, да, такая же история была когда-то с сафиром и такая же история была с аметистом, когда совершенно нормальный на внешний вид камень, который имел хороший цвет, просто крошился во время огранки, вот, то есть, риски есть везде, и в нашем бизнесе они тоже есть, поэтому, вчера вот только писали мне ребята из Арабских Эмиратов, здравствуйте, можно ли у вас купить не огран, причем они, у них запрос на дорогие камни, крупные, которые много весят, хорошего цвета, да, там, которые стоят сотни тысяч долларов, я-то не против продать, я всегда рад, и этот камень будет дешевле на, там, 150 долларов, чем после огранки, но, по сути, ребята хотят купить кота в мешке, то есть, я не разделяю, как бы, эти вот стремления, не понимаю, зачем, то есть, мы готовы на себя брать этот риск, зачем вам это нужно, но, если очень хочется, мы, конечно, продаем, иногда у нас покупают не огран. Так, и раз мы заговорили про огранку, давайте поговорим про включение, да, это тоже интересный, важный момент, он тоже имеет отношение к огранке, что со включениями? Включения в драгоценных камнях должны быть обязательно, вот, у меня недавно была такая история, написал, человек, где-то год назад купил, красивую шпинель, хорошего качества, прошел год, он пишет, что, Костя, я в твоей шпинели, которую ты мне продал, нашел, черточку, рассматривал на просвет, смотрел лупу, и вот, недавно, да, и нашел черточку, это трещина, зачем же ты так со мной поступил? Смотрите, если вы, владелец драгоценного камня, и вы не находите там включений, это черточки, точечки, микропузырики, такая, как пыль, какие-то мутные облачка, есть такой вид включения, называется перья, ну, прям на перышко микроскопическое похоже, да, вот, то это странно, это должно у вас вызывать вопросы, и это является поводом, чтобы камень проверить, если вы включения не находите, они там должны быть обязательно, и чем внимательнее ты смотришь, тем ты их больше увидишь, значит, бывают камни, допустим, бывают идеально чистые бельянты, если ты смотришь глазами, включений нет, если ты смотришь в лупу, включений тоже нет, но если ты посмотришь в микроскоп, они там обязательно всегда будут, вот то же самое с цветными камнями, например, пожалуйста, вам такие яркие примеры, турмалин параиба, включений есть вообще всегда, и бывает, что весь камень нас во включениях, и их настолько там много, что иногда удивляешься, как он не рассыпается вообще, они там просто друг с другом, друг на друге сидят, и друг с другом погоняют, следующий момент, рубин, сейчас самый дорогой камень в мире, берманский рубин, рубинов без включения я не встречал никогда, поверьте, через меня их прошло довольно много, там тоже обязательно есть перышки, пузырики, мутные облачка, какие-то там такие линии, как молнии, которые вы часто принимаете за трещины, трещина, это если камень, просто вот наспвесь, пересекает полностью от начала до конца полосочка, и она выходит на поверхность, посмотрите наше последнее видео, камни недели, там овальный рубин, да, розовый, вот у него как раз, трещины выходят на поверхность, и он при закрепке может лопнуть, вот это недопустимо, если вы видите там внутри какие-то полосочки, плоскости непонятные, да, рисуночки как микросхема, это нормально, это говорит о том, что камень настоящий, вот, также, например, в сапфирах и в рубинах есть так называемые зоны роста, посмотрите, прикладываю вам видео, вот на звездчатых черных сапфирах, особенно хорошо видны эти зоны роста, они присутствуют во всех, обязательно корундах, это не является странным, это камень не обесценивает, многим даже нравится, когда такой рисунок, он бывает не ярко выражен, но его все равно увидеть можно и нужно, бывает он, что прям совсем ярко выражен, вот мне, например, нравится, когда он такой очень контрастный, да, мне кажется, это придает какой-то камню индивидуальности, интересности, вот, поэтому, если вы увидели в вашем камне что-то, какие-то посторонние объекты, это нормально, камень настоящий, включения должны быть, если вы ничего не увидели, это странно, идите в ваш камень, проверяйте в МГУ, еще вопрос поступил, мы нашли в вашем камне, который у вас купили, включение, мы понимаем, что это нормально, мы не против, но нам удивительно, что в сертификате, эти включения не указаны, вот вам несколько сертификатов, смотрите, это все сертификаты на цветные камни, и вот вам сертификат на бриллианты, посмотрите тоже, видите, вот сертификат на бриллианты, там прям есть карта включений, а в цветных камнях их не указывают, вот так принято, так построена мировая система, я уж не знаю почему, скорее всего, потому что, например, в тех же рубинах, или в том же турмалине Параиба, включение есть всегда и везде обязательно, да, и если их описывать все, и составлять их карту, это будет стоить, во-первых, очень дорого, во-вторых, занимать огромное количество времени, то есть все и так знают, что в рубине и в Параибе включения должны быть, что они вообще везде должны быть, но в рубине и в Параибе они особенно огромные, значит, некоторые лаборатории за доплату, могут вам сделать фотографию каждого включения в вашем камне и сделать карту включения, это стоит дорого, несколько тысяч долларов за один камень, да, за один камень, поэтому, собственно, такое делают только на очень-очень дорогие камни, я вам когда-то показывал, у нас есть на продаже Кашмирский Сафир, 150 карат, да, вот там к нему прилагается сертификат, который, в котором сфотографированы и описаны все включения, которые есть в камне, сертификат стоил 9 тысяч долларов, я, например, не считаю, что нужно делать подобный сертификат на камень, который стоит 5 тысяч долларов, да, например, сертификат почти в два раза дороже будет, вот, собственно, такой момент по поводу включений, если есть вопросы, пишите, с удовольствием расскажу вам что-нибудь еще, всем пока, не болейте, берегите себя. Субтитры сделал DimaTorzok